Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель, смотрите сейчас. Кто еще вправе рассчитывать на льготы? Узнать больше о своем здоровье. Диспансеризация в Беларуси стала обязательной. В нашей поликлинике организована работа трех кабинетов для диспансеризации, которые оснащены всем необходимым. Как записаться? Звенит сталь коньков об лед. Бобруйск-Арина приглашает на массовые катания. Здесь все сделано под людей, чтобы было достаточно удобно. Какое расписание? А также внутренний экзамен, без срока давности и тепло в каждом доме. В Гуртопе увеличились объемы поставок брикетов и дров. Что почем? Копейка рубль бережет. В торговой сети Беларуси продлили социальную скидку для уязвимых категорий населения. Ее предоставляет 14 ритейлеров. Цена снижена на 29 позиций. Это овощи, мясные, некоторый молочный ряд бокалейных продуктов. В каждой организации свои тонкости предоставление карт. В большинстве для оформления необходимо обратиться в магазин. С собой нужен документ, подтверждающий льготу и паспорт. Скидки могут получать пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные слои населения, лица, получающие государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного пособия. Ежедневная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сегодня это 339 рублей 83 копейки. Рассчитывать на поддержку государства могут порядка 30% населения. Скидка, напомним, появилась в стране год назад. За это время белорусы сэкономили в общей сложности 21,5 миллион рублей. Чек-ап за 20 минут. С 1 января 2023 диспансеризация в Беларуси стала обязательной. Противосмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства или работы. Для обследования в медучреждениях оборудованы специальные кабинеты. Врачи анализируют медицинские документы, проводят анкетирование, оценивают состояние здоровья и детально консультируют. На прием записалась Карина Гуревич. Для Елены Бергман вопрос здоровья номер один. Медосмотр женщина проходит раз в год. И если раньше поход к врачу растягивался на несколько дней, то благодаря новшествам диспансеризация занимает не больше 20 минут. Теперь не нужно томиться в очередях и путешествовать по кабинетам. Мне дали рекомендации по здоровому образу жизни. Сказали, чтобы добавить активности в своей жизни. Больше употреблять фруктов, овощей. Спасибо, конечно, нашим врачам, что они следят за нашим здоровьем. У каждой возрастной категории пациентов свой протокол обследования. Теперь в обязательном порядке белорусы от 18 до 39 проходят осмотр раз в 3 года. Старше 40 – ежегодно. Плюс в зависимости от факторов риска установлена дополнительная диагностика. В целом схема отработана до мелочей. Сначала врач предлагает заполнить анкету. Есть ли привычка досаливать еду? Часто ли испытываете стресс? Сколько времени уделяете физической активности? Все они помогут выявить факторы риска развития болезней, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических обструктивных заболеваний легких и онкология. После врачи анализируют медкарту. Затем стандартный набор измерений. Вес, рост, давление, пульс. Заключительный этап – прием терапевта. При необходимости назначают дополнительные анализы, флюорографию, электрокардиографию и маммографию. Пациенты могут записаться самостоятельно при обращении в регистратуру, по телефону, также через сервис Талонбай или через официальный сайт нашего учреждения. В нашей поликлинике организована работа трех кабинетов для диспансеризации, которые оснащены всем необходимым. Диспансеризацию не стоит путать с медосмотром. При первом обследовании сокращен объем необходимых заполнений документов, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту. А вот второе – это узкое направление, которое решает вопрос допуска человека к работе. Процедуру проходят только те, чей труд связан с опасными или вредными условиями. Проводится она в поликлинике, больнице, медчастях. Я из Могилева, но мне удача улыбнулась пройти программу диспансеризации здесь на базе поликлиники. И вы знаете, я довольна этой удачей, потому что все, что нужно было, в поликлинике отработано. Белорусы, между тем, могут заполнить анкету самостоятельно на едином портале электронных услуг. При наличии цифровой подписи и биометрического паспорта. Дубликат бланка поступают в учреждения здравоохранения. Каждый день медики анализируют и обзванивают пациентов для согласования удобной даты проведения диспансеризации. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Восстановить историческую справедливость. Генпрокуратура продолжает расследование в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. В 2022-м проведены десятки раскопок в местах массового уничтожения мирного населения. Излечены останки. По заключению экспертиз, все они с признаками насильственной смерти. Также были установлены до этого неизвестные населенные пункты, уничтоженные за годы оккупации. Если раньше официальной цифрой было 9200, сейчас специалисты говорят о более 10500. В этом направлении Беларусь сотрудничает и с другими странами мира, более тесно с Россией. Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в апреле 2021-го. Инновационный транспорт, программа энергосбережения и государственная поддержка. В стране увеличился размер семейного капитала. На какую сумму теперь можно рассчитывать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Размер семейного капитала вырос на 15,2% и составил 29 950 рублей. Выплата, напомним, назначается при рождении, удочерении или усыновлении третьего или последующих детей. Ей, по оценкам специалистов, воспользуются почти 14 тысяч многодетных. На эти цели предусмотрено 429 миллионов рублей. В основном средства идут на улучшение жилищных условий. В Беларуси в 2022-м выполнены все основные показатели госпрограммы энергосбережения за счет внедрения современных технологий. Многие из них отечественная часть разработана совместно с российскими партнерами. Ключевая задача – снизить потребление, чтобы уменьшить себестоимость продукции и повысить конкурентноспособность. К слову, в данном направлении наша страна занимает лидирующее место в ЕАЭС. Сельхозпроизводители получат надбавки за проданную на переработку продукцию. Речь о молоке, молодняке крупного рогатого скота, овцах и их шерсти, а также просе, ячмени, гречихе и трестель на долгунца. Если производители трудятся в неблагоприятных для работы районах, денежные довольствия увеличатся на сумму до 10%. Субсидии будут выплачиваться из средств местных бюджетов. Минобразование опубликовало вопросы для внутреннего экзамена у целевиков. В этом году они будут сдавать всего одно испытание по профильному предмету в период с 8 по 10 июня. Список для подготовки доступен на сайте ведомства. К слову, абитуриентов ждет ряд изменений. В частности, они касаются количества мест, требований к организациям, заказчикам кадров, а также условий поступления и зачисления. В стране в этом году выпустят первые серийные электрогрузовики. Новые высокотехнологичные продукции станут машины МАЗ грузоподъемностью 4 тонны 400 килограмм, в разработке которых активно участвуют ученые Академии наук. В планах 10 инновационных авто, а если будет спрос, то и больше. Опытный образец уже прошел испытания и допущен к передвижению по дорогам общего пользования. Не дадут замерзнуть. В Гортопе увеличились объемы поставок твердых видов топлива. Показатели за минувший год выросли на 5% по сравнению с 2021. Так, брикеты реализовали больше 8,5 тысяч тонн, дров почти 15 тысяч кубометров. Главные поставщики последних – лесхозы. Как правило, это микс лиственных и хвойных пород. Есть у нас возможность сейчас оказать услуги по разделке в том объеме, который нужно населению. Потому что в мае месяце, в летних месяцах, когда идет пик нагрузки, не все желающие смогут получить. А сейчас, пожалуйста, кому нужна разделка – дрова пиленные, дрова рубленные – приходите, и всех будут обеспечены. Цены остались на уровне прошлого года, то на брикеты обойдется в 29 рублей 21 копейку. Кубометр дров стоит еще дешевле – 9,53. Выписать топливо можно в будние дни с 8.00 до 17.00, обед с часа до двух. При этом каждую третью среду месяца время работы увеличивается до 7 вечера. Долгожданный выход на лед. На Бобруйск-арене продолжается сезон массовых катаний. Сеанс злится 45 минут. К вашим услугам – прокат и заточка коньков. Инструкторы помогут новичкам быстрее освоиться на скользком покрытии. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте. О катании, но не фигурном, расскажет Ольга Васинда. После небольшого перерыва Бобруйск-арена продолжает сезон массовых катаний. Напомним, что в конце 2022-го специалисты заменили борта хоккейной коробки. Сеансы проходят как днем, так и вечером. Продолжительность – 45 минут. Детей до 14-ти пускают на лед только в сопровождении взрослых. Новички – под пристальным вниманием инструкторов. Немножко согнуться и сделать правильное движение ног, то есть елочкой. И делать шаги из стороны в сторону потихонечку, поднимая голову вперед, опуская вниз. То есть контролируя, что внизу и что впереди. Ставить на коньки детей здесь начинают с 4-х лет. Занятие платное – 5,50. Записаться можно на любое удобное для вас время. Отсутствие специальной обуви – не преграда. Можно воспользоваться услугами проката. Стоимость пары – 4 рубля. С собой необходим паспорт, размерный ряд – от 36 до 45. Прежде всего я хочу сказать про экипировку. Не забывайте, пожалуйста, для своих детей брать рукавички, шапочки. Также и взрослым по желанию можете все это одевать. Бесплатно воспользоваться услугами могут дети-сироты и инвалиды. Один раз в день и по предварительной записи. При этом нужно предъявить необходимые документы. На ледовой площадке одновременно может поместиться до 180 человек. Здесь просто шикарно. И место, и люди. Здесь все сделано под людей, чтобы было достаточно удобно. Есть люди, которые ты упадешь и не поддержат тебя, помогут, поднимут где-то. Я вот с братом катаюсь. Тоже маленький. Первый раз на коньки стал. Все равно старается. Очень классное впечатление. Очень весело, интересно. И можно попробовать всякие трюки, если хорошо очень катаешься. А даже если нет, научиться. К витке приобретаются в день катания. Сеанс обойдется в 4 рубля 50 копеек. В продаже есть абонементы от 6 занятий и больше. Узнать точное расписание и прейскурансен можно на официальном сайте клуба или в билетной кассе с 10 утра до 9 вечера. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok